Всем доброго здоровья! Уже в 17 веке армянских историков подозревали в поделке документов, тех документов, которые были призваны свидетельствовать о древности армянской церкви. Одним из тех, кто публично высказал свои подозрения по этому поводу, был французский ученый, историк, переводчик, религиовед Симон Ришар. В своих работах он особое внимание уделял первоисточникам и исследователям первоисточников религиозных текстов на предмет их авторства и времени создания. И вот что он написал в одной из своих работ, которая была посвящена религии и обычаям народов Леванта. Армянские историки предъявляют некий акт о союзе между Римской церковью и Армянской церковью во времена императора Константина и короля Армении Теридата, в то время, когда Сильвестр восседал на троне в Риме, а Григорий был патриархом армян. Но кроме того, что в этом акте множество вещей кажутся выдуманными, есть все признаки того, что этот документ по большей части был сфабрикован в последующие века, главным образом во времена Папы Иннокентия III, когда армянская церковь пожелала воссоединиться с Римской, поскольку в нем, в документе, мы находим манеру говорить о папской власти в таких терминах, которые не были в употреблении в те времена, то есть во времена Константина и Теридата. Армяне же использовали этот документ, чтобы доказывать древность своего патриархата, который был учрежден, согласно их утверждениям, Папой Сильвестром. Они предъявляли его даже в диспутах с греками. Итак, во-первых, автор утверждает, что документ, который армянские историки относят к началу 4 века, был составлен вовсе не в 4 веке, а гораздо позже, в 13 веке, во время 4 крестового похода, когда на римском троне восседал Папа Иннокентий III и приводит, как мы видим, вполне весомые аргументы. Во-вторых, он говорит о документе, который нам совершенно неизвестен, да, мы же ничего не слышали об этом документе, но который был известен ученому сообществу в 17 веке. И это был важный документ, в котором якобы была зафиксирована уния между армянской церковью и римской. Документ времен самого Григория Просветителя. Но современные армянские историки почему-то молчат о нем. Я подчеркиваю, Симон Ришар говорит именно о документе, а не о какой-то устной договоренности. О документе, в котором было использовано титулование Папы Римского, не характерное для 4 века. Он прямо называет этот документ фальшивкой, которая была создана уже во времена, когда крестоносцы захватывали Константинополь. Интересно, куда делся этот документ? Если он был настоящим, подлинным, то почему современные армянские историки не демонстрируют его в качестве доказательства древности армянского патриархата? А если он был фальшивым, то значит уже в 17 веке армянских историков не без оснований подозревали в фальсификациях. И хочу обратиться к тем, кто после моих видео начинает писать, что, мол, вся армянская история – это одна сплошная фальсификация. Не вся армянская история – это фальсификация, далеко не вся. И задача исследователей заключается не в том, чтобы оставить армянский народ вообще без истории. Задача исследователей заключается в том, чтобы отделить зерна от плевел. И она, эта задача очень непростая, уж поверьте. С Богом! Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо!